Польза и качество молочных продуктов напрямую зависят от их натуральности. Это главный девиз одного из омских предприятий по изготовлению молока и молочной продукции. Кефир, сметана, йогурт и творог – список большой. По мнению заведующей лаборатории предприятий Елены Вакориной, при производстве такого товара нельзя использовать заменители. Главная задача технологов, производственников, чтобы не навредить этому продукту, чтобы вот этот продукт молоко донести до потребителя со всеми ценностями белка, жира, углеводов. Это главная задача нашего предприятия, главная наша политика – качество и безопасность выпускаемой продукции. В повседневной жизни покупатель сталкивается с кучей названий и формулировок, и порой бывает сложно отделять зерна от плевел. Молочные продукты – это те, которые изготовлены только из молока или молочных ингредиентов. А молоко, содержащий продукт – тот, что содержит в себе 50% заменителя молочного жира. На путаницы понятий сыграли многие производства. Он заявляет это молоко, что это натуральное молоко, а мы там обнаруживаем растительные масла. То есть неизвестно, что это за масло пошло в технологию приготовления. В данном случае вред при длительном употреблении я считаю, что возможен. Теперь этот термин официально ввели в технический регламент Таможенного союза о безопасности молока и молочной продукции. По словам Юлии Меньшиковой, производители отныне обязаны сообщать покупателям, если это не сыр, а продукт, изготовленный по технологии сыра. Молокосодержащий продукт – заменитель молочного жира. Вот прям так должно быть оформлена данная упаковка. Если используются растительные масла, то добавлена маркировка с добавлением растительных масел. Информация должна быть нанесена четко, разборчиво. И она наносится на упаковку, обращенную к потребителю. Потребитель должен четко эту информацию для себя понимать, читать. И принимать решение, покупать ему данный продукт или нет. Среди потребителей бытует мнение, что и натуральные продукты вредны, а есть и аллергики на лактозу. Эти люди и формируют спрос на молокосодержащие продукты. И что употреблять в пищу – конечно же выбор самого человека, а не нечестных предпринимателей. Недобросовестные производители вводили в заблуждение покупателей и реализовывали продукцию по достаточно высоким ценам, с использованием растительных жиров или заменитель молочного жира, и не информируя об этом потребителям. Это самая основная проблема. Если у предприятия есть спрос на их продукцию, соответственно, они должны четко об этом информировать своих потребителей и покупателей. Константин Цыпленков утверждает, что все омские предприятия готовы к изменениям на маркировке. Однако до 1 января 2019 года потребители могут не заметить изменений на прилавках. Те продукты, которые производились до 15 июля 2018 года, то есть до вступления в силу изменений, будут и дальше продаваться. Сейчас производителям объявили о переходном периоде. Это 180 дней, чтобы успеть изменить дизайн упаковки и вписать на этикетку всю важную информацию. Ксения Бессараб, Максим Баринов, Антенна-7.